Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Республика Армения признает армян Арцаха коренным народом. В озере Ивана засняли крупнейшие микробиолиты. Владимир Путин, Хасан Рухани и Ли Сиэн Лу 1 октября посетят Иереван. Церковь святого генландянца вновь будет открыта в Малой Гондуре в Джаваке. Россия и США вступили за решение сирийского конфликта через переговоры. В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире. Фильм Арцах на грани вечности был представлен зрителям. Республика Армения впервые на 74-й сессии Генассамблеи ООН признает армян Арцаха как коренных жителей региона по примеру президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна. Дайверы-инструкторы и дайверы в озере Ван обнаружили самые большие в мире микробиолиты, возраст которых оценивается в 50 тысяч и 70 тысяч лет. Высота микробиолита, которую снял режиссер подводной съемки Тахсин Джейлан, 23,4 метра. До сих пор самым высоким найденным на ними микробиолит был около 18 метров в длину и возрастом приблизительно в 50 тысяч лет. В озере на этот раз нашли 23,4 метровый микробиолит, рассказал дайвер Серкан Окон. Он добавил, что эти подводные образования напоминают московские сооружения и им приблизительно 68-70 тысяч лет. В Ереване 1 октября состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом новости Армении news.am сообщили в прислужбе правительства Армении. В заседании примут участие руководители государств-членов ЕАЭС, премьер-министр Республики Армении Никол Пшинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым Жумар-Такаев, президент Кыргызской Республики Соранбай Женбеков, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. В заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе также примут участие президент Молдовы Игорь Дадон. В связи со статусом Молдовы в качестве государства-наблюдателя при ЕАЭС президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянг-Лун в качестве приглашенных глав государств. 29 сентября церковь Святого Гивандианца в селе Малая Гондуранье на Цминского района будет вновь открыта для верующих после реконструкции. Церковь, находящаяся в Малой Гондуре, которая действует с 1868 года, была закрыта два года назад из-за ремонтных работ. Приглашаем всех воспринять участие в церемонии в освящении церкви, которая состоится 29 сентября этого года в 11 часов, в которой проведет руководитель административно-хозяйственного отдела Первопрестольного Святого Ичмецина. Его прясть в священство епископ Мушек Бабаян. Об этом сообщила пресс-служба векириата Самсхаджи-Вахити. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки согласны, что мирный переговорный процесс под эгидой ООН должен быть основой урегулирования ситуации в Сирии. Об этом по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова сообщили журналистам в Российском министерстве иностранных дел. По словам министра, основой преодоления конфликта в Сирии, по общему мнению, является мирный переговорный процесс, который должен проходить с участием всех конструктивных сил под эгидой ООН. Он также отметил, что переговоры должны вестись при уважении суверенитета Сирийской Арабской Республики, окончательной ликвидации террористических очагов и сохранении территориальной целостности страны. Инженеры и строители начали сооружать 2800-тонный купол-оптический телескоп EELT. После завершения строительства в середине следующего десятилетия EELT станет крупнейшим в мире наземным оптическим обсерваторием. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Южной обсерватории, передает ТАСС. Как сообщает СО, на этой неделе официально началось строительство купола здания, где будет расположен телескоп. Пока самый дорогой и амбициозный наземный астрономический проект. В разговоре с Армен Прессом режиссер и сценарист фильма Вагей Ян отметил, что вместо слов глаза арцахцев рассказывают все. «Глубина взгляда арцахцев скажет вам больше, чем тысячи написанных слов. Взгляд города Арцаха дал мне идею для фильма. В глазах арцахцев я увидел столько слов, что для фильма не нужны слова. Фильм просто должен работать на эмоциональном поле, что я и сделал», отметил Вага Ян. В фильме практически нет эпизодов о войне. По словам режиссера, его целью было представить всю историю Арцаха. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарон Синелье Куфари Асбаврек Англамонта. Тарон Синелье Куфари Асбаврек Англама Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok